Ну что ж, в Европе сегодня бурно обсуждают решение России отказаться от строительства Южного потока. Причем, если одних эта новость обрадовала, то других просто убила. Ну, чем все это обернется для всех заинтересованных стран, выясняла Наталья Литовка. Долой иллюзии, и Южный поток туда же. Европа получила то, чего так долго и упорно добивалась. Масштабный газовый проект исчез, но появился в другом месте. А как иначе? Труба зовет. Ведь спрос на топливо был, есть и будет. Вопрос в другом. Будет ли предложение? Когда в экономику вмешивается политика, все расчеты и выкладки летят в трубу. Решение об отказе от Южного потока неожиданностью стало для всех. Для кого-то не будем показывать пальцем приятной, а для кого-то настоящим ударом. Вот реакция в цитатах. Мы не отказывались от Южного потока и под самым жестким давлением. Но теперь расплачиваемся за конфликт крупных игроков. Это премьер-министр Сербии Александр Вучич. Что это за таинственные игроки, понятно. Как предстоит расплачиваться, тоже объяснять не нужно. Потери экономические, энергетические, потери статусные, в конце концов. Вот еще более эмоциональная реакция. Почему мы должны думать о том, что мы энергетически не обеспечены в будущем? Боснийских сербов фактически лишили энергетического будущего. Это уже президент Республики Сербской, входящий в состав Боснии и Герцеговины Миллара Додик. Вот и еще одна причина, почему так убиваются в первую очередь сербы. Остановка Южного потока – решение не столько экономическое и даже не чисто политическое в понимании политики категориями здесь и сейчас. Решение – это действительно историческое. Ведь что есть Южный поток? Это не просто труба, пусть и с газом. Это вектор доверия. То есть сама суть потока была в том, чтобы верить кому-то такую сакральную вещь, как транзит газа. Выбор пал на вековых союзников России в Европе. Отказ от сотрудничества с ними – это по-настоящему знаковый разворот. В Венгрию, Словению, Италию и Австрию трубопровод должен был пойти из Болгарии и через Сербию. То есть решено было положиться на братьев сербов и болгар. Казалось бы, с точки зрения истории наиболее логичные для России союзники в Старом Свете. Но, увы, братья славяне подкачали. Вектор доверия, сотрудничества и всего такого повернулся в другую сторону. В сторону далеко не самого очевидного партнера России с точки зрения исторических перипетий – Турции. Кстати говоря, точно такое же очень жесткое сопротивление было по проекту «Северный поток», который сегодня уже осуществлен. И, в общем-то, это линия значительной части евробюрократии – минимизировать зависимость от какого-либо источника энергоресурса, в том числе от России. Это линия ряда стран, которые не заинтересованы в взаимопроникновении экономик России и Евросоюза. В первую очередь, прибалтийские страны. Ухудшение отношений с Западом в целом и с Евросоюзом, в частности, у нас произошло буквально за последний год. И, собственно, да, действительно, политические риски возросли. Если на том этапе они были приемлемыми, то сейчас, наверное, действительно, Путин принял правильное решение, а не стали чрезмерными. Россией был подписан меморандум о взаимопонимании о строительстве морского газопровода через Черное море в направлении Турции. Каким именно будет маршрут, «Газпром» пока не говорит. По словам Алексея Миллера, морская часть трубы в Турцию начнется от КС «Русская», далее по дну Черного моря, по аналогии с работающим голубым потоком. Объемы 63 миллиарда кубометров, из них 14 миллиардов будет оставаться в Турции, а остальное пойдет в направлении Греции. Для понимания, это как раз объемы несостоявшегося южного потока. Только теперь, благодаря новому проекту, у Турции еще и скидка, а у России экономическая выгода. Дело в том, что длина морского участка с выходом на турецкой территории существенно короче, чем с выходом в Болгарии. Так до болгарского побережья 925 километров, что стоит примерно 11 миллиардов евро. Длина морского участка в Турции будет, как у существующего голубого потока, около 400 километров. В этом случае морской участок будет стоить не 10 миллиардов евро, а только 7. Очень сложно поверить в то, что на этот раз Болгария стала рупором европейской политики, а южный поток стал политическим решением. Но ничего не изменилось. Европе по-прежнему нужен российский газ, а Болгарии по-прежнему нужны деньги. Сообщение о закрытии застало Еврокомиссию в ее новом составе врасплох. Это первый серьезный вызов для них. В Болгарии реагирует сдержанно, мол, южный поток не закрыт, пока страна не получила официального заявления России. Вице-премьер Миглен Акунева подчеркнула, что Болгария выступает за то, чтобы иметь экономически выгодный проект, соблюдая при этом европейское законодательство. Что стоит за этой обтекаемой формулировкой, ясно даже самим болгарам. Надо иметь в виду, что сейчас идет очень динамичная игра в том, что уже конец года. Уже США очень сильно хочет, чтобы Европейский Союз подписал этот транспортический договор. И если Европейский Союз подпишет этот договор, это означает, что Европа превращается в американскую колонию. Потому что тогда все корпорации американские придут на европейском рынке. Надо иметь в виду и то, что мы накануне зимы. А Украина не безопасная территория, через которую можно легко гарантировать, что будет этот непрерывный газовый поток. Вот так национальный интерес капитулировал перед бюрократами из Брюсселя. Даже Еврокомиссия вставляла палки в колеса Южного потока практически регулярно. А ведь изначально проект соответствовал европейской политике, которой нужна была диверсификация и стабильность. Как все начиналось, мы и вспомнили. Предвестником рождения Южного потока стали сразу несколько газовых конфликтов с Украиной в нулевые. От них напрямую страдали европейские потребители российского газа. Зимой 2006 года Украину фактически уличили воровстве голубого топлива. Или как было принято официально это называть, несанкционированном отборе топлива. Строительство Южного потока должно было наладить без перебойной поставки. Без ненадежного бизнес-элемента Украины. Брюссель смотрел на новый газопровод с опаской. Вплоть до зимы 2009-го, когда Украина вновь покусилась на европейский газ. После этого проект был согласован. Однако, после последнего Евромайдана, у чиновников из ЕС снова появились сомнения в законности строительства Южного потока, который сделал бы газотранспортную сеть Украины пустышкой. Как результат, беспрецедентное давление на Болгарию и как следствие отмена договоренностей по возведению трубы. Почему Европе не нравился Южный поток? Формальная претензия, он не соответствовал требованиям третьего энергопакета 2009-го года. Вот что это за требования. В Европе решили, что тот, кто гонит газ по трубе, в нашем случае это Газпром, не может быть собственником этой трубы, чтобы у других компаний была возможность ей воспользоваться. России это крайне невыгодно. То есть мы строим газопровод, передаем его европейскому оператору, а тот может спокойно разрешить пользоваться этой трубой Азербайджану или Ираку, которые не вложили в строительство ни копейки. Как раз после того, как были сформированы эти претензии, по третьему энергопакету начался активный прессинг партнеров проекта со стороны Европы и США. Сначала Европарламент принимает резолюцию, согласно которой газопровод из России не должен быть построен. Затем в Болгарию поступает запрос из Еврокомиссии, якобы Южный поток не соответствует европейскому законодательству. Последним гвоздем стал визит в Софии американских сенаторов. Ведущая страна Евросоюза сейчас это Германия. А у Германии были хорошие взаимоотношения с Россией, тесные торговые отношения. Но проблема в том, что ключевой союзник Берлина это США. Так было еще со времен ФРГ. А союзники всегда должны действовать вместе. И поэтому Ангела Меркель, которая так позитивно отзывалась о южном потоке, сейчас этого не делает. И все это результат давления США на Германию в частности и на Евросоюз в целом. И все это давление, с которым в результате сталкивается Россия. Это итог работы Америки. Что теперь со всем этим Европа будет делать? Ведь она остается крайне энергозависимым регионом. Добычей газа в ЕС в значительных объемах занимаются только Великобритания, Дания и Нидерланды. В первую очередь Нидерланды. Все остальное, две трети, покупается в основном в России. Перестать быть зависимым от России Брюссель хочет не первый день. Штаты торопят. Но логики во всем этом мало. Видимых альтернатив еще меньше. В Катаре запасы газа огромны, но доставлять их в Европу могут только в сжиженном виде, на кораблях. А в Старом Свете на данный момент нет действующих терминалов по переработке. Сланцевый газ пока кажется нерентабельным. Реальных поставок можно ожидать только из Азербайджана и Северной Африки. Но Россию с рынка они вытеснить не смогут. Безвыходные своего положения уж точно понимают в самой Европе. Отсюда и постоянные противоречия. Как менялось мнение старушки Европы с течением времени. Эволюция заявлений европейских политиков в нашей подборке. Этот проект даже больше нужен не ЭНИ, а всей Европе. Мы протянем еще одну нитку в направлении Евросоюза. И это будет та самая энергетическая безопасность, о которой так много говорят в последнее время. Я заявил членам Евросовета, что некоторые соглашения, которые обсуждались и продолжают обсуждаться по Южному потоку, противоречат правилам Евросоюза. И сегодня я проинформировал премьер-министра Болгарии о намерениях в этом отношении. Необходимо, чтобы правила нашего внутреннего рынка соблюдались не только потому, что это наша обязанность, но потому, что болгарская энергетическая безопасность и европейская энергетическая безопасность окажутся в опасности, если эти правила не будут соблюдаться. Да, я фактически распорядился остановить действия по строительству Южного потока. Точнее, по работе, так как его фактическое строительство еще не началось. До уточнения дальнейшей процедуры с Брюсселем. В Дамках в итоге Турция. Подписав контракт с Россией, страна претендует на статус крупнейшего энергетического хаба, через который в ЕС поставляются углеводороды. На Анкару в Европе смотрели пристально еще до договоренностей с Россией. В Турцию по Южному коридору скоро пойдет Каспийский газ из Азербайджана и Туркменистана. Перспективу Анкары договориться с Россией эксперты называли туманной, но Турция это сделала. Есть у нее еще две туманные перспективы. Это Курдистан и Израиль, который как бы смертельный враг. Но Анкара показала свою способность работать с таким туманом. Любопытно, как теперь будут выстраиваться отношения между Турцией и Европой. Самое время Анкаре вспомнить, как Брюссель десятилетиями дразнил турок как морковкой, членством в Европейском Союзе. Судя по всему, морковка теперь сама прибыла к турецким берегам. Ситуация на самом деле весьма характерна. Пока Европа пытается воспитывать Россию, выигрывают исключительно третьи страны. Сейчас Турция, до этого Китай и Иран с программой нефть в обмен на товары. Это уже тенденция. Совместными, хоть и противонаправленными усилиями формируется новый миропорядок, в котором берег турецкий нам все-таки нужен.